Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в студии телеканала «Культура». Тем более, что сегодня мы будем говорить о выдающихся музыкантах, мастерах реалончельного исполнительства. Их всех объединяет главное – победа на одном из самых знаменитых состязаний, пожалуй, во всем мире – победы на конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. В 1998 году мне довелось поучаствовать в этом замечательном конкурсе, и могу сказать, что звание лауреата – это огромная ответственность. Каждый раз, выходя на сцену, я эту ответственность ох, как ощущаю. Первый конкурс Чайковского проходил в Москве в марте и апреле 1958 года. Это было огромное событие, такая свежая струя в жизни страны, тогда Советского Союза, учитывая железный занавес и существующую политическую ситуацию. Конкурс прошел на высочайшем уровне, и, конечно же, для всех он был неразрывно связан с именем Вана Клиберна, американского пианиста, в лице которого страна получила просто-таки, ну, национального героя. Все было замечательно, и уровень участников, и именитая жюри, и общественный резонанс, но конкурс проходил только по двум специальностям – фортепиано и скрипка. Этот недостаток надо было срочно исправлять, и уже на втором конкурсе, в 1962 году, появилась виолончельная номинация. Надо сказать, что решающую роль в появлении специальности виолончель на конкурсе Чайковского сыграл наш великий Мстислав Ростропович. Он стал председателем жюри и собрал вокруг себя мэтров виолончельного искусства – Григория Пятигорского, Гаспара Касадо, Данила Шафрана, Святослава Кнушевицкого и многих других. За историю конкурса это был, пожалуй, самый звездный состав жюри. Победительницей первого виолончельного состязания стала Наталья Шаховская, тогда аспирантка Мстислава Ростроповича, а сейчас профессор и заведующая кафедрой Московской консерватории и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде. Лично мне невероятно повезло проходить свой творческий путь рядом с Натальей Николаевной. Сначала мне посчастливилось учиться у нее в консерватории, и теперь я преподаю на кафедре, которую она возглавляет. Наталья Николаевна – человек с самой высокой пробы, и профессионал тоже. Она много рассказывала о том, как подготавливали советских музыкантов к конкурсу, о том, какие им создавали идеальные условия, увозили в санаторий, в Серебряный Бор, чтобы там, на природе, никто и ничто не смогли помешать подготовке. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ее вдумчивое прочтение Чайковского сочеталось с блестящей виртуозной техникой. КОНЕЦ КОНЕЦ На втором конкурсе уровень участников из Советского Союза был настолько высок, что все три первых премии были отданы отечественным музыкантам. Среди которых хочется отметить еще одного конкурсанта, а точнее конкурсантку. Одна из самых молодых участниц, о которой легендарный Григорий Пятигорский сказал. Гутман играет обаятельно, женственно, но и сила у нее есть. Вы уже поняли, что речь идет о Наталье Гутман, выдающейся российской виолончелистке, которую совершенно справедливо называют королевой виолончели. КОНЕЦ Гутман 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 А музыка Шостаковича стала чемпионом по числу заявленных произведений для второго тура. Победительницей конкурса стала Корене Георгиан. Уже после первого тура она была в лидерах и достойно дошла до финала. Получив первую премию и золотую медаль на конкурсе Миничаковского, она начала свою международную карьеру. Очень скоро ее слава распространилась во всех странах бывшего Советского Союза. В Восточной и Западной Европе, на Дальнем Востоке, в США и по всему миру. Сегодня Корене Георгиан преподает в Манчестерском Королевском Северном Музыкальном Колледже и проводит мастер-классы. 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 Что в этот юбилейный год отечественные исполнители не имеют права на ошибки. Повлиял ли такой, как говорится, прессинг на результаты, трудно сказать. Но во всех четырех конкурсных специальностях первые премии и золотые медали получили отечественные исполнители. В виолончельной номинации победителем стал ученик Мстислава Ростроповича. Давид Герингас. Прославленный музыкант и дирижер. Он неоднократно входил в состав жюри и на 15-м конкурсе Чайковска мы вновь увидим его среди судей этого престижного соревнования. Лично мне в жизни невероятно повезло с педагогами. И после Московской консерватории, где я учился у Натальи Шаховской, я продолжил свое обучение у Давида Герингаса в Германии. Сначала в высшей школе музыки в Любике и затем в Берлине. У педагога Герингаса есть потрясающая способность найти и развить в ученике его самые сильные стороны. Без давления и навязывания какой-то определенной манеры. Он чудесным образом раскрывает в молодом музыканте его самобытность. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Пятый конкурс Чайковского прошел в 1974 году. Именно в этом году Мстислав Ростропович и Галина Вишневская покидают Советский Союз. Председателем конкурса по специальности виолончель становится великий мастер Даниил Шафран, который будет возглавлять жюри на протяжении следующих четырех конкурсов. Впервые в числе судей первая победительница конкурса Наталья Шаховская. Первую премию на пятом конкурсе получил представитель Ленинградской виолончельной школы Борис Пергаменщиков. Через три года после своего триумфа он покинул Советский Союз и уехал в Германию. Блестящий виолончелист Борис Пергаменщиков получил известность в Европе и успешно совмещал концертную деятельность с преподаванием в Берлинской Малышей школе музыки и в Базельской академии. В финальную программу входит обязательное исполнение вариаций на тему рококо Чайковского. Борис Пергаменщиков, Советский Союз, выпускник Ленинградской консерватории. Субтитры создавал DimaTorzok На пятом конкурсе ярко заявил о себе еще один замечательный велончелист. Мстислав Ростропович называл его одним из своих любимых учеников. Речь идет об Иване Манегетте. Он тоже был одним из фаворитов конкурса и получил в 1974 году вторую премию. Несмотря на такое успешное выступление, Ивана Манегетте довольно долго не упускали страны. Именно потому, что он был учеником опального Ростроповича. Но в конце 80-х ситуация изменилась, и он стал с большим успехом гастролировать по миру. Сегодня Иван Манегетте профессор Базельской академии музыки. Организатор фестиваля старинной музыки в Москве. Руководитель ансамбля Камерата Баккерини. Первый исполнитель зачастую и посвященных ему сочинений крупнейших современных композиторов. И в этом году на 15-м конкурсе Чайковского мы также увидим его в составе жюри. Иван Манегетте профессор Базельской академии. 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 КОНЕЦ 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 Вспоминая шестой конкурс Чековского, который проходил в 78-м году, хочется отметить, что впервые ни первая, ни вторая премии не достались советским музыкантам. Победителем стал американец Натаниэль Роузен, ученик, а потом и ассистент Григория Пятигорского. Роузен дважды участвовал в конкурсе. В 66-м он был самым молодым участником и получил почетный диплом, а в 78-м жюри под председательством Данила Шафрана удостаивает его первую премию и золотой медали. Сегодня Натаниэль Роузен активно занимается преподавательской деятельностью, а также выступает как солист с лучшими оркестрами мира. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Конкурс 1978 года интересен еще тем, что третью премию поделили два молодых музыканта. Два Александра. Рудин и Князев. По всей вероятности, оба не собирались останавливаться на достигнутом, но не будем забегать вперед. Дима Торзок Итак, седьмой конкурс Чековского проводился в 1982 году. Первую премию и золотую медаль получает виолончелист из Бразилии. Первая премия и золотая медаль присуждается Антонио Менезису в Бразилии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Этим чудесным выступлением мы завершаем наше сегодняшнее общение. Но надолго я не прощаюсь, ведь впереди у нас беседа об остальных не менее интересных конкурсах Чайковского, среди которых и тот, где принимал участие я. Всего вам доброго, до скорой встречи. Мы услышим выступления выдающихся музыкантов, которые сегодня составляют цвет виолончельного искусства. И все они в разные годы были лауреатами этого замечательного конкурса. В условиях девятого конкурса появились изменения. Участники должны были заплатить вступительный взнос. У конкурса впервые появились спонсоры. Все это, конечно, повлияло на отношение к этому состязанию. Но, к счастью, не повлияло на уровень конкурсантов-виолончелистов. Вспоминая великие страницы. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов.